В настоящее время по сравнению с прошлыми годами, значительно сократилась возможность отдыха российских граждан за пределами РФ. Это привело к тому, что граждане РФ стали больше посещать российские курорты. В настоящее время для работающих граждан предусматривается возможность получения компенсации за отдых за себя и за членов своей семьи. Так, по каждому из членов своей семьи сэкономить можно до 50 тысяч рублей, что является довольно приличной суммой, позволяющей одному человеку отдохнуть. В статье рассмотрим порядок, по которому предоставляется компенсация за отдых на российских курортах. Компенсация за отдых на российских курортах. Начиная с 2016 года в РФ действуя изменения статьи 255 и 270 НКРФ. В соответствии с этими изменениями жители РФ теперь вправе получить компенсацию за то, что потратили свои средства на отдых в пределах нашей страны. Разрабатывался этот законопроект еще с 2013 года, и его целями является следующее. Развитие туристического направления в нашей стране, так как в РФ очень низкая посещаемость по туристическим объектам. Поддержка отечественного туризма и доведение его до должного уровня социального туризма, так как больше половины всех российских граждан отказывают себе отдыхи и поездках по России именно в связи с нехваткой денежных средств. Улучшение жизни населения нашей страны, особенно семей с низкими и средними доходами, являющихся многодетными. Такие семьи не могут позволить себе путешествия без определенной поддержки. На каких условиях предоставляется компенсация за отдых на российских курортах? Компенсировать семья может суммы, которые она потратила на отдых по путевкам, купленным в туристических агентствах. При этом место, куда семья направляется для отдыха, должно находиться в пределах нашей страны. Получить компенсацию можно в размере не более 50 тысяч рублей в расчете на одного члена семьи. Представитель семьи, который трудится и выплачивает со своего дохода НДФЛ, должен будет оплатить подоходный налог в размере 13% от суммы полученной компенсации, читайте также статью «Компенсация и выплаты героям СССР в 2020». Какие затраты на отдых подлежат компенсации? В список затрат, которые работник может компенсировать, относятся транспортные расходы, то есть средства, уплаченные за билет до места назначения, затраты на проживание на отдыхе в отеле, гостинице и т.д., питание, оплату экскурсий. Важно! Все расходы должны подтверждаться документально. В качестве такого документа предъявляется договор с туристической фирмой, в которой весь перечень указывается в полном объеме. Кроме этого, на отдыхе также нужно будет собирать подтверждающие документы, чеки за оплату экскурсии, питание или договор с гостиницей. Кто компенсирует расходы за отдых? Важно! Граждане, которые официально трудоустроены, имеют право получить компенсацию у своего работодателя. Если это в силу каких-либо причин невозможно сделать, то компенсация может быть выплачена налоговым органом. Работнику может компенсироваться отдых всей его семьи, включая затраты последующим членам – самого сотрудника, супруги и супруга, детей до 18 лет, студентов до 24 лет, которые обучаются на очной основе, родителей сотрудника, если они являются нетрудоспособными. Пример расчета компенсации за отдых. Предположим, что семья Ивановых – муж, жена и двое детей – через турагентство приобретают путевки на отдых стоимостью каждые 60 тысяч рублей. В общей сложности Ивановы заплатили 240 тысяч рублей. 60 000 умножить на 4 равно 240 000. Компенсировать Ивановы могут не более 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, то есть в общей сложности 200 тысяч рублей. 50 000 умножить на 4 равно 200 000. Иванов, который получил компенсацию у своего работодателя, обязан оплатить с этой суммы 13% подоходного налога, что составит 26 тысяч рублей. 200 000 умножить на 13% равно 26 000. Таким образом, расходы семьи на отдых составили только 66 тысяч рублей, 240 000, 200 000 плюс 26 000 вместо 240 тысяч рублей. Это значительно ниже, чем полная стоимость расходов Ивановых. Если бы путевки стоили менее 50 000 рублей, то компенсация на каждого члена семьи предоставлялась бы по стоимости путевки. Плюсы компенсации отдыха для работодателя. Важно! Работодатель имеет право не выплачивать компенсацию за отдых своим сотрудникам в соответствии с законом от 2016 года. То есть обязательным требованием для всех организаций это не является. Работодатель работать себе в убыток не обязан, а значит сделать это он может только по своему усмотрению. Все средства, которые работодатель тратит на компенсацию отдыха сотрудников, относятся к необлагаемым налогам-расходам, вычитаемым из суммы доходов. А это означает, что будут снижены налоги на прибыль организации, предоставляющих своим работникам компенсацию. Компании могут заключать соглашения с турагентствами и туроператорами для покупки путевок своим сотрудникам, включая членов их семей. Условия этих соглашений могут различаться в зависимости от стоимости услуг, если заключается договор на корпоративное обслуживание, то это будет обходиться дешевле, читайте также статью «Компенсация по вкладам Сбербанка 1991 года». Алгоритм действия для получения компенсации за отдых. Если семья или отдельное лицо планирует получить компенсацию со своего отдыха, то придерживаться следует следующего алгоритма действий. Работник компании, которая будет выплачивать компенсацию, должен обратиться в турагентство. И купить путевку на отдых ПРФ. Ограничения в стоимости путевки нигде не содержатся. Работник может самостоятельно определиться со своим отдыхом, в зависимости от своих возможностей. Во время отдыха и всей поездки нужно будет сохранять все документы, которые подтверждают и факт покупки путевки и посещения конкретных мест во время отдыха. Пакет документов, подтверждающих затраты на отдых, нудно будет предоставить своему работодателю. После того, как документы приняты работодателем, он производит их проверку и после этого выплачивает своему работнику денежные средства. Перечисление средств может произойти одновременно с зарплатой, либо в ином порядке, предусмотренном в компании. Со всей суммы компенсации придется уплатить подоходный налог. Заключение. Таким образом, компенсация затрат за поездку на российский курорт предприятия могут предоставлять по своему усмотрению. Конечно, это может привести к тому, что в бюджет будет поступать меньше средств, однако, с другой стороны, это должно привести к подъему туризма в России. Работодатель самостоятельно решает, выгодно ему выплачивать работникам компенсацию или нет. В определенных компаниях такое условие является одним из способов стимуляции производительности труда и закреплено в коллективных или трудовых договорах. Однако, следует помнить, что компенсацию можно получить только в пределах 50 тысяч рублей на одного члена семьи за поездку по России, а с полученной компенсационной суммы нужно будет оплатить НДФЛ в размере 13%. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос, такой законопроект уже вступил в силу. Ответ, да, закон подписан президентом РФ 23 апреля 2018 года. Согласно этому закону, вычет по затратам на отдых модно будет получать в 2020 году. Работодатель в этом случае сможет уменьшить свои доходы на данный вид расходов. Также следует учитывать некоторые нюансы. Стоимость путевки не должна быть выше 6% от совокупной зарплаты сотрудника. Компенсируется только отдых ПРФ, в том числе проезд, питание, лечение в санатории, проживание в гостинице или отеле. Не имеет значения, в какое время года сотрудник едет на отдых. Компенсировать расходы можно не только работнику, но и членам его семьи. Соответственно, на эти суммы работодатель также сможет уменьшить свои доходы. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!